ЗАПАДНАЯ Армения 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 Третья Женевская конвенция прямо требует ограждать их от всяких актов насилия или же запугивания от оскорблений и любопытства толпы. Гражданин Арцаха Ашот Севян доказал, что один человек может изменить даже самую сложную для государства ситуацию. Несколько дней назад Ашот Севян заверил одного из иностранных журналистов, что не покинет село Чарактар, которое согласно документу, подписанному действующим премьер-министром Армении, должно было перейти под контроль Азербайджаном. Севян и 40 его соратников настаивали на том, что они будут защищать село столько, сколько потребуется. А вчера стало известно, что село Чарактар останется под контролем Арцаха. Получается, что целую деревню спас один человек, организатор борьбы. И это в том случае, когда глава страны передала ее противнику на бумаге. Ашот Севян лучше всех показал, какие результаты могли бы мы получить, если бы все, в первую очередь, политическая власть также любили свою родину, как он. Европейский суд по правам человека пересмотрел свое решение о применении промежуточных мер против Турции, принятое 6 октября в связи с Карабахским конфликтом. Об этом сообщается на фейсбуковской странице представительства Армении в ЕСПЧ. В сообщении говорится, что на основании совместного заявления глав Армении и России и Азербайджана о прекращении огня в Карабахе, Турция 17 ноября обратилась в ЕСПЧ с целью отменить решение. Европейский суд по правам человека 1 декабря рассмотрел обращение Анкары и пересмотрел свое решение, отменив промежуточные меры против турецкой страны. В то же время промежуточные меры в отношении Азербайджана остаются в силе. Напомним, что 5 октября ЕСПЧ получило от правительства Армении запрос на принятие в отношении Турции промежуточных мер в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. На основании нормы 39. Армения обратилась в суд на основании сведений о переброске в зону карабахского конфликта боевиков из Сирии и Ливии. Суд подтвердил решение 29 сентября о применении промежуточных мер и призвал все страны прямо или косвенно, вовлеченные в конфликты, в том числе и Турцию, воздерживаться от нарушения прав гражданского населения, предусмотренных Европейской конвенцией. А ранее сообщалось, что Турция с севера Сирии перебросила в Азербайджан террористов-наемников с целью их использования против Карабаха и Армении. Землетрясение магнитудой в 5,2 балла потрясло район Картулан в провинции Сгерта Западной Армении утром в 8.45. По предварительным данным, агентства по чрезвычайным ситуациям жертв и разрушений нет. Сообщается, что эпицентры землетрясения находятся на глубине 10 километров. В Армении с 7 по 9 декабря пройдут Дни польской культуры, посвященные столетию Варшавской битвы 1920 года. Как сообщает Армен Пресса, в рамках программы будут организованы кинопоказы, фотовыставка, презентация книги, а также концерт польской классической музыки. Проект организован польским фондом и реванским международным кинофестивалем «Золотой абрикос» при сотрудничестве с посольством Польши в Армении. Программа финансируется фондом популяризации культуры и национального наследия Армении Министерства НОКС. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Ван Асгагракан Хамуит. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.